Я начну с того, что Дома Кожукару уже подчеркнул важность нашего мероприятия и важность развития Open Science для научно-образовательных учреждений, для всего нашего научно-образовательного коммунити. И для того, чтобы эта работа была успешной, Европейский Союз, Европейская Комиссия использует несколько проектов, в том числе есть региональный проект, ориентированный на то, чтобы европейские принципы создания Open Science Cloud инициативы были имплементированы в Молдове и в других странах, Юго-Восточной Европы. Такой проект начался в этом году, и он финансируется программой Горизонт-2020, НИФОС-ЕРОП, это National Initiative for Open Science в Европе. Проект имеет акроним НИФОС-ЕРОП, в рамках КОЛА, организованного в программе Горизонт-2020, Инфра-ЕОСК-05, Coordination of EOSC-relevant National Initiative Across Europe and Support to Prospective European Open Science Cloud Services Providers Research and Innovation Action. Грант номер 857645, и в этом проекте участвуют 22 партнера из 15 стран, в том числе из Молдовы. Я хочу сказать, что важным элементом, как Европейская комиссия видит развитие Open Science, это есть именно инициатива European Open Science Cloud. Что такое European Open Science Cloud? Вот европейская вот эта инициатива имеет свой секретариат, который регулярно проводит видеоконференции и митинги, и в рамках этих митингов как раз подчеркивалось то, что в настоящее время развитие различных средств поддержки науки и образования велось фрагментарно, и не был обеспечен единый интеграционный процесс для того, чтобы был обеспечен эквивалентный, удобный доступ к ESOGE Data и использование различных паневропейских инфраструктур всеми научными и образовательными учреждениями. Но в настоящее время вот есть различные проекты, различные элементы, которые обеспечивают функционирование ресордж-дата инфраструктур, но они все и на уровне европейском, и на уровне национальном не являются интегрированными. То есть пользователи, которые имеют доступ к этим инфраструктурам, имеют доступ к этим датам, пользователи, которые не имеют доступ к этим инфраструктурам, не имеют доступа. Поэтому было принято решение о создании European Open Science Cloud инициативы, целью которой будет создание единого интегрированного пространства, которое будет включать в себя все Data Repositories, все инфраструктуры по обработке данных, компьютерные, Data Storage и так далее, и будет возможность доступа через единый портал к этим сервисам. Будет создан каталог сервисов и каталог тех, как говорится, инфраструктур, которые доступны через единый портал доступа. Как видится реализация European Open Science Cloud инициативы? В настоящее время уже эта инфраструктура создана. То есть на уровне определения потребностей Research Communities создан стекхолдерский форум. Этот форум имеет свои локинг-группы. Главным структурой является Гарненс БОД, в котором работают представители всех стран Европейского Союза и ассоциированных стран от Молдовы, тоже есть номинирован представитель. Гарненс БОД формирует стратегические решения, которые выполняет экзекутив БОД. В нем работают представители всех европейских, ну, пан-европейских инфраструктур и представители Research Community. Для того, чтобы финансировать вот эту большую инициативу, как говорится, ее имплементационной базой являются проекты, финансируемые Евросоюзом. Национальные проекты, и таких проектов очень много, и все они должны быть интегрированы, и вот эта задача как раз реализуется в рамках нашей. Различные другие проекты есть. Для того, чтобы поддерживать и консолидировать, координировать всю эту активность, создан European Open Science Secretariat, который обеспечивает текущую деятельность всех этих элементов, различных локинг-групп, и делает доступным их результаты для вот этого всего экосистемы European Open Science Cloud. Ну, здесь, на этом слайде показано, как взаимодействуют вот эти инфраструктуры, вернее, организационные структуры. В каждой стране создается National Open Science Initiative. Я еще раз поговорю отдельно, что это такое. Эта инициатива взаимодействует European Open Science Gardens Board через своих представителей и различные потребности на национальном уровне, или какие-то общие решения, которые приняты на общеевропейском уровне, реализуются, ну, через Executive Board, Executive Board, который управляет различными векинг-группами, и в рамках Executive Board есть координация всех проектов, которые финансируются Евросоюзом в настоящее время в рамках European Open Science Initiative, в том числе одним из этих проектов является проект NIFUS. Все проекты, которые, их сейчас около 30, работают в рамках развития European Open Science Cloud. European Open Science Cloud основным элементом является поддержка Open Science в Европе. Это проект, ориентированный на развитие Federated Core. Но Federated имеется в виду, что это единый элемент, который включает в себя и сервис-провайдеров, включает в себя Research Data, и этот единый корр имеет доступ через центральный портал, и есть проекты, которые развивает Central Portal, European Open Science Cloud Portal. Отдельно очень важным элементом является то, чтобы интегрировать различные сервис-провайдеры и различные крупные европейские проекты, например, финансируемые в рамках European Strategic Forum for Research Infrastructure в этот Federated Core. То есть такие проекты называются кластер-проектами. И для того, чтобы привлечь и создать национальные European Open Science инициативы и обеспечить взаимодействие с национальными сервис-провайдерами и Research Community финансируются четыре региональных проекта, таких как наш проект НИФОС. Региональный проект НИФОС покрывает Юго-Восточную Европу и две страны за Кавказе, что видно на этой схеме. Главными объективами проекта являются, но здесь схематическая схема, я еще отдельно остановлюсь на объективах проекта, это поддержка создания и включения национальных Open Science Cloud инициатив в странах Евросоюза и ассоциированных странах, таких как Молдова, имеется в виду ассоциированные в программу «Горизонт-2020». Их интеграция в общую схему управления European Open Science Cloud. Это организационная часть, и я тут думаю, что важно, чтобы все вы понимали, что проект предразумевает, что вот эта Европина Open Science Cloud инициатива, она объединять должна все проекты, всех стэкхолдеров, всех заинтересованных структур и коллективы для того, чтобы охватить как можно больше заинтересованных стэкхолдеров в развитии Open Science Cloud и сервисов для науки образования и сформировать ту необходимую организационную, законодательную и, главное, технологическую базу, которая будет использоваться для поддержки Open Science и вообще Research Education во всех странах нашего региона, участвующих в проекте. Дальше второй элемент – это внедрение, распространение, промоутинг European Open Science Cloud и FIRE Principles во всех комьюнити, для всех институтов и сочтим. Третий элемент – это как раз технологический. Технологический элемент – это обеспечить технологическую и политическую поддержку для того, чтобы те сервисы и те Research Data, которые у нас в Молдове и в других странах участвующих в проекте имеются, они стали доступны через European Open Science Cloud портал и были сертифицированы и были включены в European Open Science Services Catalog. Кратко, что проект имеет 7 workpackages. Из них 4 workpackages, таких generic, которые охватывают всех участников, и 3 workpackages ориентированы на разработку специальных инструментов, методологий, решений, ориентированных на то, чтобы можно было дейта, репозитории и инфраструктуры сервисные интегрировать в European Open Science Cloud инициативу. В единую европейскую федерейтед клауд инициативу. Я хочу сказать, что в этом направлении в нашем регионе уже 15 лет существует сотрудничество и различные элементы Research Infrastructure и даже Principle of Open Science и Cloud Infrastructure развивались благодаря поддержке Европейской комиссии и в настоящем проекте участвуют также более развитые страны, такие как европейские страны Евросоюза, Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Хангрия, Венгрия, Хорватия и Словения, а также страны, которые являются ассоциированными и менее развитыми, но в целом цель этого проекта гармонизировать уровень развития сервисов и инфраструктуры, или эти сервисы и организационную и законодательную базу во всех странах, включая в том же, в том числе и стран Восточной Европы, вот эта четвертая группа стран, включая и Молдову. В рамках European Open Science Cloud инициативы будет сформирована эта инициатива, которая объединит в себе основных сервис и дейта провайдеров, таких как компьютерные инфраструктуры, национальные научно-образовательные сети, объединит представителей стейкхолдеров, это представители research community, университетов community, и может быть high technology industry, а также представители из министерств и фондирующих организаций, национальных фондирующих организаций. Ну, 15 лет collaboration включала в себя вот эти, набор вот этих проектов, которые были в разные годы выполнялись и были ориентированы на развитие различных сервисов. Часть из них уже, как говорится, стала неактуальной, а часть, наоборот, продолжает развиваться и будет интегрирована в Европе на Open Science инициативу. Сам проект предусматривает развитие, пилотной всей процедуры интеграции в Европе на Open Science Cloud, которая подразумевает в себя уровень, многоуровневую структуру сервис-провайдинга, то есть National Networking Infrastructure, Computing and Storage Infrastructure, Data Layer, Data Services. Эти все ресурсы доступны на базе меморандума of understanding и доступны для тех, кто пользуется ресурсами. И оно охватывает collaborative community, которое распределено в трех направлениях. Климатология, life science и digital culture heritage. И, конечно, вот эта многолейерная структура сервис-провайдинга подразумевает и управляет соответствующим многоуровневым системам управления Infrastructure Management, Data Management, Application Service Management. Проект-объектив, как я сказал, это формирование и National Open Science Initiative во всех 15 странах, членах проекта и интеграцию этих National Open Science Initiative в единую европейскую схему European Open Science Cloud управления. И, конечно, технический и организационный политический саппорт для того, чтобы интегрировать существующие и будущие сервисы, которые в регионе развиваются, в European Open Science Cloud. Конечно, для того, чтобы эти сервисы были интегрированы, они должны удовлетворять специфичным требованиям, которые требуют сертификацию в дейторепозиториях, компьютерных инфраструктур, сетевых инфраструктур и дейтоинфраструктур. Поэтому имеется пять специфических объективов. Первый объектив – это развитие именно организационной и законодательной базы для формирования European Open Science Cloud инициатив и интеграции их в единую управляющую структуру EOSC. Второй объектив – это федерэйшн, ну, так скажем, в существующих инфраструктур и актуальных сервисов для того, чтобы их можно было интегрировать в EOSC. Следующий момент, объектив – сделать эти сервисы национальные и эти Open Data Repositories доступными через European Open Science портал. Важный элемент – это разработка специфических тулов, инструментов, методических материалов, механизмов, которые обеспечивают сертификацию сервисов и дейторепозиториях, а также обеспечивают внедрение принципов Open Data Research Management во всех научных институтах, которые разрабатывают и генерируют научную информацию Research Data. Ну и, конечно, обеспечение как можно более широкого использования engagement научных институтов, представителей научных коллективов для того, чтобы они могли пользоваться ресурсами, которые созданы на национальном уровне и доступны через European Open Science портал. И они, вот эти вот ресурсы, должны быть валидированы, проверены и определены как reusable, findable, ну, то есть удовлетворять FIRE принцип. Ну, для нашего региона очень важно, что этот проект имеет и более глобальные такие социальные и организационные цели, таких как привлечение и развитие, ну, привлечение молодых ученых и развитие самого Research Community в регионе, уменьшение Digital Divide между странами нашего региона и европейскими, восточно-западноевропейскими странами, делать возможным доступ к научной информации и ресурсам, и инфраструктуры, научно-образовательной инфраструктуры более доступны, сделать возможным взаимодействие между научными коллективами для выполнения многих новых проектов региональных и обеспечить тем самым политическую стабильность и соответствие нашего региона тем требованиям европейским, которые в настоящее время сформулированы в рамках European Open Science инициативы. Здесь маленький анализ, который был сделан в процессе подготовки проекта, он касался тому, что был проведен анализ, founding organization, research infrastructure providers, тех программ, которые существуют в Молдове и относятся именно к задачам формирования Open Science инициатив в Молдове. И тут хочу подчеркнуть, что был номинирован национальный делегат в European Open Science Cloud Гарринс Ботт. Это дом на Виорико Буаги, который является вице-директором АНЧД. В 2018 году для координации работ по формированию European Open Science инициатив была поручена Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова научно-образовательной сети, которая представлена Ассоциацией РИНА. И одним из первых шагов проекта был такой сурвей, который подготовлен был на базе тех сурвеев и тех рекомендаций, которые были подготовлены различными проектами ИОСК в настоящее время, которые финансируются. И этот проект был распространен всем, я думаю, большинство, кто присутствует, получили приглашение участвовать в этом сурвее. И этот сурвей был открыт с 21 октября по 10 декабря. Он только-только, как говорится, завершился. И эта информация будет обобщена, проанализирована. И, я думаю, будет доступна для всех заинтересованных стейтхолдеров, которые здесь присутствуют, и других научно-образовательных учреждений Молдовы, чтобы видеть, на каком уровне состояния находится open science и ресурс инфраструктуры в Республике Молдова. Ну, были на первом этапе определены кандидаты по провайдинг генерик-сервисам, которые могут быть интегрированы в EOSC. Это Renam Scientific Cloud, Renam Store и Госуниверситетская компьютерная инфраструктура. И на первом этапе, как пилотный, как тестовый процесс интеграции, будут использованы эти генерик-сервисы для интеграции в EOSC. Также тематик сервиса выбран в системе EOSC. DECOM Network в области life science, в области медицины. Эта система вот недавно докладывалась в этом же зале в октябре месяце представителями Института медицины Диодженса. Это довольно универсальная система. Она уже 4 года функционирует и имеет на самом деле интерес, поскольку в нашем регионе, в других странах она внедрена. И также выбраны три репозитория, которые будут на первом этапе сертифицированы, или начнется их сертификация для того, чтобы интегрировать их в European Open Science Cloud сервис-каталог. Дополнительная информация о системе DECOM Network. Я не буду останавливаться, поскольку этот такой специфический сервис, но он довольно универсальный, он не только в медицине может быть использован вот эти системы в обработке Big Data, используется еще и для обработки, например, security инцидентов. Точно такая же, как говорится, система, только Data другая. И, в принципе, она может более универсально использоваться в других областях. Это Use Engagement, тренинг и промоушн. Здесь очень важно то, чтобы мы вместе, создавая European Open Science Ассоциативу, активно работали со всеми локальными институтами Blackwell Street Cordes для того, чтобы определить, вот мы говорили о тех пилотных сервисах, в принципе, в Молдове есть и много других важных сервисов, которые могут быть, и наша задача их идентифицировать и начать онбординг или интеграцию в EOSC сервис инфраструктуру. Ну, это касается и Data Collections, Data Repositories, которые могут быть тестированы и валидированы с точки зрения их готовности интеграции в EOSC. Важный вопрос, чтобы информация о важности Open Science, о важности интеграции научных результатов через Open Data Repository на европейском уровне в EOSPORTAL была доведена до всех институтов, для всех стейкхолдеров, для всех ресурсов, и эта задача, одна из важных задач European Open Science Cloud инициатива. Значит, тренинги мы готовы, как говорится, использовать большой набор тренинг-материалов, которые разработаны в настоящее время в рамках других проектов, финансируемых European Open Science Cloud, и регулярно EOSC-секретариат проводит митинги, последний был в конце ноября, где было определено и доложено те документы, которые уже доступны для публичного ознакомления, когда касается правила, например, участия в EOSC, например, Persistent Indification документ, который будет использован для во всей европейской структуре дейта-репозиториев. Будут также определены различные новые документы, которые готовятся, и определены те основные направления, в которых должны быть результаты получены в рамках развития сервисного каталога, новых сервисов, которые интегрированы в EOSC, новые коммунити, которые пользуются, и развитие Federated Cloud. Последний слайд это как раз то, что я хочу подчеркнуть, что дальше мы должны действовать все вместе, поскольку создание European Open Science Cloud инициативы является процессом снизу вверх, то есть сама коммунити должна определить свои потребности, а на уровне министерства, полиси-мейкеров мы должны получить поддержку и вот мы должны им объяснить, как надо поддерживать, как финансировать работы, вся нашу активность в области развития сервисов и контента, который называется Open Science Cloud. Cloud.